Знаете, ребята, на самом деле, конечно, многие члены Чебышова были нужны Чебышову вовсе не для того, чтобы там что-то с чем скрыть его. Все помнят анекдот про Чебышова и расстройщиков одежды? Представляете, что кто знает? Никто не знает? Андрей, это все разговариваешь. Вы что? Тоже не знаешь? Фу. Фу. Если вы помните, ну и Чебышов. Это великий математик 19 века. Между прочим, один из немногих русских ученых. В том числе, что большинство были просто преподаватели. А вот это был человек, который внес вклад в мировую науку. Так вот, про него известна такая история. Что он много занимался так называемыми механизмами Чебышова. Может быть, знаете, вы видели даже, да? Придумал разные механические штуки. И, соответственно, в какой-то момент он занялся теорией привлежений. Собственно говоря, огромная наука, то, каким образом можно быстро вычтить функцию и так далее, огромная такая наука возникла именно из тогдашних работ Чебышова. И по сей день одна из важнейших, ну, шесть важнейших, самых первых теорем, которые там есть, это называется теорема о Чебышовском альтернации. Что такое Чебышовский альтернации, мы еще увидим с вами. Так вот, про него известна такая история, что он приехал в Париж и объявил лекцию о том, как можно оптимально раскраивать ткань для того, чтобы изготовить одежду. Ну, естественно, что, поскольку он занимался приближениями функций и так далее, естественно, он занимался этим достаточно абстрактным образом. На лекцию с Дмитриевым математикой пришло одно парижских партнерных. И он лекцию свою начал со слов. Предположим, сначала для простоты, что человек имеет форму шар. Для математики это абсолютно естественная вещь, правильно? Если вы сначала научитесь приближать кривые поверхности, вообще человек, он не совсем прямой, да? Там не всякие интересные кривые места у него. Вот, и любой человек, который делает одежду, он должен как-то эти кривые места приближать. Ну, шар, пожалуй, одна из самых простых кривых поверхностей, правильно? Поэтому, естественно, с точки зрения математика, надо сначала научиться шить одежду для шара. Что сделали партнеры? В смысле? Ушли. Сразу все ушли, будучи абсолютно возмущены тем, что человек имеет форму шара. Вот, ладно, это история. А теперь, собственно, я сейчас учуешься с телеканацией. Ушли, наоборот, вообще оптифистическая. Кто-нибудь математик хотя бы посетил, кто-нибудь выдержал. Ну, вообще, еще раз, Чебышов был или учебный звезд? Знаете, какое было хобби у Чебышова? Марки. Марки. Это у вас хобби такое? Да. Чемотаны. Чемотаны. Это у вас хобби такое. Еще раз, Чебышов был русский, великий, замечательный математик 19-го года. Ложки, ланцы, ложки и доклады. Чебышов любил покупать поместье. Хобби у него было покупать поместье. А? Что такое поместье? Это домик с несколькими гектарами земли около него. Так вот, в отличие от вас, которые думают, что надо собирать мальчики, ложечки или чемоданы, Чебышов, повторяю, покупал поместье. Да, мы еще раз снимем. Он гордился, что никогда не тратил время на то, чтобы выезжать в это самое поместье и смотреть, где там что. Ему всегда достаточно было слов, которые об этом поместье говорят. Вот. Он утверждает, что никогда не ошибался. Ну, во всяком случае, он на этом не прогорел. Да? То есть, он их и продавал, и покупал, и в общем. Спасибо.